здравствуйте сегодня хотел бы рассказать вот о таком замечательном камине который отказался служить верой и правдой и соответственно попал ко мне на ремонт вроде бы все просто вроде бы все понятно но однако не все так просто как показалось первого взгляда собственно неисправность у него проявилась таким образом что при включении он греет после того как нагрел температуру выключился и может быть два цикла включение отключение сделает и перестает работать смотрел по телевизору передачу в которой говорилось что подобные камины лучше не разбирать нести только в сервисный центр и ремонтирует там ни в коем случае своими руками что же выяснилось вот я чтобы выяснить причину отвернул вот здесь два болта и снизу не будешь переворачивать вот здесь два болта и получит получается так что вот это вот передняя крышка механизм он просто открывается вот как он выглядит изнутри вот сам тент подходит туда и вот вентилятор для охлаждения и подачи горячего воздуха вот здесь такие клеммы обжатые в пластиковый такой корпус чтобы не замыкала и проводки как в хорошей машине вот поглядите до чего техника дошла как я уже говорил что несколько циклов проходит и он перестает включаться что же выяснилось а выяснилось вот смотрите провода немножко поплавились сразу возникло подозрение что проблема что-то в чем-то в этом либо контакта нету либо еще что-то вот здесь стоит датчик на термопасте их здесь всего две штуки один тут и один вот ниже тоже на термопасте но здесь контакты держится крепко а кстати вот здесь вот тоже начинает болтаться выходит дело значит этот механизм тоже полетит скоро и здесь вот клемма хорошая а вот он где болтается и вот уже оплавляться начал провод сначала я это не заметил а теперь вот тут вижу то есть придется менять оба вот эти датчика вот тут сверху стоит датчик на 90 градусов то есть 90 градусов набрал и отключился сейчас посмотрим внизу ну вот господа когда я положил камин на бок я увидел что температура нижнего датчика 140 градусов то есть верхней 90 градусов а нижней 140 и вот вижу это как предохранительный клапан то есть аварийный но раз вот этот провод начал плавится значит он греется раз греется значит в нем уже плохой контакт этому камину не больше трех месяцев он поработал и благополучно перестал работать вот данные 220 вольт 2000 здесь конечно к верх ногами но всем понятно то то есть 2000 ватт в этом тене дальше вот здесь у нас ручка переключателя режимов то есть включение больше и больше и больше температуры а это тоже задается включение слышен щелчок я надеюсь вот так выглядит этот датчик который стоял и 90 градусный я решил посмотреть в чем же в нем проблемы и вот видите как клеммы болтаются но однозначно вот эта клемма поменьше болтается но очень сильно тоже это даже говорить не о чем я решил разобрать для чистоты эксперимента из чего же он состоит маленький контакт который приводится в действие вот этим шпенечком свет положу вытряхну вот биметаллическая пластина через термопасту она нагревается и в корпусе вот она срабатывает и давит на выключатели которые вот здесь находятся а здесь они постоянно замкнутые вот она сработала контакты разомкнулись и все камин у нас отключился а когда это биметаллическая пластина остыла она возвращается в исходное положение и контакт опять замыкается но как говорится этот механизм благодаря вот этим контактам он практически вышел из строя собственно ищем вот такой датчик даже не один а два и наш камин будет в исправном состоянии